Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписчики. Давайте смотреть, что у нас по битку и криптовалютам. На дневке ушли под линию продавца. Плохо. Вчера было опрометчиво с моей стороны сказать, что все-таки пойдем больше шансов вверх. Дали какой-никакой свинку, но это оказался ложный. Закрылись пин-баром и укатали вниз. Ну, говорю, на большом таймфрейме прям выглядит все архипечально пока что. И бинг тоже до 70 разогналась. 73-74 будет безвозвратно. 70 еще плюс-минус, куда не шло. На мелких, вот, например, на часовике вообще печаль-беда. Но вот такая тема всегда плохо заканчивается. Попытка, недопин, выход на поиск ликвидности. Чаще всего еще одна попытка, х-образная. И, возможно, еще одна. А 4 часа уже, ну, блин, еще куда не шло. Да, то есть закрылись пином условным. И не перекрыли падение. То есть, если, чаще всего бывает такое, что, ну, отъезжаем, еще какая-то попытка скама, потом выход. Если же, если же будет что-то такое, и сделают формальный перелой, то, скорее всего, тут надо уже грузиться в шерт. Плюс, ну, паттерн, такой очень похожий, да, условно. Часто о нем говорю. Блок, да, симуляция, точнее, не блок, а канал. Чаще всего какая-то симуляция выпадения из канала, но тут ее не было. Да, как тут так вот зарядить. Вот, обычно здесь мы выпадаем из канала. И потом удар по стакану. Здесь не было выпадения из канала, тут просто ускорение пошло. Такая тема была, ну, похожая на WVTi. Очень красивый тут был этот блок, ну, тут на дневке он был. Вот он, да, то есть, разгон, 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 удар по стакану, замедление роста. Ну, и чаще всего, там, флэт наступает, и потом уже какое-то сползание. Поэтому, гадать вверх или вниз, я, наверное, больше ставлю на флэт. Тут просто будут выгружать в обе стороны, потому что сейчас, ну, и по чату видно, и по... Вообще, в целом, внизу встают на пробой на short, вверху встают на пробой long. Просто во флэте отбирают деньги у обеих сторон. Тут надо либо от границ играть, либо уже, как бы, дожидаться кульминации. Ну, вот, видим, в среднем 45-800 глубина оранжа. Давайте пониже сделаем 45-800. Да, условно, пилить в обе стороны. Здесь 25-ки схватили, здесь 25-ки. И здесь 25-ки, и еще раз вот тут вот, ну, чуть-чуть не дожали. Хотя, если вот в конце здесь переставить на 46-100, то и 25-ки захватили. Кстати, очень странно, обычно 20-е плечи тоже вывозят. Тут странно прям 25-ки. Вот, единственное, конечно, плюс, что нету закругления, все-таки, какого-никакого. То есть, есть шанс, что мы отъедем наверх. Но лично я сейчас держу шорты по нескольким позициям. Поэтому рынок, конечно, тяжкий. Очень тяжкий для захода оверобъемами. Ну, или каким-то там вообще просто по максималке сокращать процент сделки. Вот так, в общем-то, по-моему, многие альты выглядят печаль-беда. Хотя, вон, бей-бей неплохо. Вот там серви. Серви тоже под дневку провалилась. То-до, дот, авакс уже пошел. Матик, ман. Ладно, короче, все. Даже луна борется за последние пять земли. Инч уже, а ава уже, а и он. Короче, вообще, все крайне грустновато. Хотя, вчера еще было весело. Я думаю, что просто будут разгружать. Как бы многие ланги и не закрывают, которые набирали чуть ниже, да? Вот. Ну, что-то вот такое, я думаю, будет по многим альтам. Какой-то флет с очень сильными провокациями. Но если прямо будет долго запиливаться флет, закругляться, тогда ничего хорошего для пятка нету. Пока так. Давайте ответим на несколько вопросов. Чашка кофе за утренний разбор от Артема. Это уже привычка или традиция. Коротко, по делу. Беглый, холодный взгляд на рынок. То, что мне нужно. Спасибо. О, кстати, забыл посмотреть фондирование. Слушайте, а фондирование-то холодное у нас и зеленое. Ну, понятно, что многие перешли на спот, поэтому мало кто лангует на фьючерсах уже, и поэтому процент шортов более большой, потому что ты же спот его не зашортишь. Ну, если только через маржу и то. Ну, короче, не суть. Эфир, например, очень холодный. Есть шанс на выныривание. Хотя, я думаю, что немножечко протащит вниз, и там опять начнут откупать. Вот такое более вероятное. Ну, короче, фондоса очень фондирование холодное. Но, опять же, это не мешает нам скамиться. Сколько мы скамились? Там несколько месяцев на холодном фондинге. Потому что все просто кинули нас в спот и ждали. Так, коротко поделаю беглый взгляд на рынок. То, что мне нужно. Спасибо. Так, привет. Хотелось спросить, по какой стратегии торгуешь? Будет ли какое-то обучение, кроме анализа? Очень интересно. Было бы посмотреть у тебя. Наверное, обучалки не будут. Ну, по крайней мере, сейчас обучение я не планирую. Випок не планирую. Да и чему обучать? Я трейдер-колхозник. У меня нет какой-то выверенной 100% стратегии. Просто есть наметки, заметки, сборник каких-то паттернов, шаблонов в голове, ситуаций и так далее. Я, если честно, мне сложно сказать, как этому обучить. Тем более трейдинг. Трейдингу нельзя научить. 95% кто приходит в трейдинг, ликвидируется, ликвидируется, ликвидируется и оставляет колоссальные убытки, но не прибыль. То есть тут выживает прям талант-талант. Реально, с годами уже прихожу к тому, что трейдинг реально не для всех. Очень нравятся ваши разборы. Хоть иногда мнения расходятся мои, можете рассказать немного подробнее про ваш метод анализа и как вы к нему пришли. Я же говорю, у меня нету... Ну, у меня есть какие-то стратегии в башке. Паттерны там. Больше я по визуально-графическим паттернам угораю. Ну и, конечно же, некоторые там технические моменты. Типа, радио тоже иногда работают, уровни ликвидов и так далее. Ну, короче, не знаю, как это сказать. Пришел через кучу ликвидов, геморроя, жести, обучения. Обучение, кстати, много у кого я обучался. Ну, не в прямом смысле, там где-то курсы. Я, по-моему, ни одного курса не прошел. Вот. Единственное, ну, очень много в Твиттере. Читал всяких чуваков американских. Там, кстати, очень много интересных. У нас из СНГ, наверное, из интересных. Ну, вот Гера с Андрюхой. Неплохая випка. Герчик. Тоже полезно посмотреть. Просто, хоть он там и приколист, конечно, еще тот. Но интересно послушать. Ну, не знаю, вон там у нас в чате кто-то курс Костевич проходил. Я нет. Ну, короче, не знаю. Предпоскажи по вайве. Зашел в лонг 3550 с расчетом на отскок от уровня. Примерно тебе на 46. От уровня примерно тебе на 46 поставил. Есть ли смысл держать, так как в вайвес перешел в консолидацию и чего ожидать? Слушай, а вообще в вайвес шарчу. Не знаю, что тебе там по нему сказать. Волны вообще выглядят, на мой взгляд, печально. И никакого отскока я пока здесь не вижу. Ну, на часовике. Ну, смотри, если прям очень-очень короткая сделка, которая с большой вероятностью уйдет в стоп, это, наверное, за пин-бар ставить стоп, здесь где-то входить и на отскок, не знаю, куда-нибудь там инвертировать. Ну, конечно, выглядит все удручающе. Ну и на отскок куда-нибудь, на 32. Ну, то есть вот такую вот сделку. Единственное, которое я здесь вижу. Блин, где эта короткая позиция-то? Блин. Тут длинная нужна, я же перевернул. Ну, вот, наверное. Ну, тут риск приб... А, ну, два. Вот. Еще такую я бы рассмотрел, но мне кажется, тут прям в стоп гарантированно отлетит. Другие какие-то сделки я здесь не вижу пока. Так, очень нравятся ваши обзоры, хоть иногда... Так, это я прочитал, правовец прочитал. То, что два часа перегреты, дыры-пыры в попе дыры, это не проторговка, очень вяло, откупили, класс. А почему ты не пользуешься кластерным анализом? С ним же можно находить крупного игрока. Может быть, просто это не входит в мою стратегию, возможно, да, там всякие программульки есть. Ну, я им не пользуюсь, я по кластерам не угораюсь, если честно. Это совершенно другая стратегия. Хотя, этот использовал... Как его? Атас. Вот, Атасом я недавно заходил, пользовался. Ну, блин, там вот крупный игрок ланга и крупный игрок шарта-стопа. Ты его не отличишь, потому что это оба влета по рынку. При этом уже классный видос, спасибо за аналитику. Можешь чекнуть в АВИС. Ну, вот я сейчас про ВАВИС сказал. Такая себе водичка. Да, мы тебя бережем от этой водички. Заблокируем. Так, хорошее видео. Несколько месяцев назад я потерял большую часть своей криптовалют во время глубокого падения. Я был так расстроен, что я имел в виду Маркса Бернса. Его стратегии ежедневный сигнал помогает мне восстановиться. Вот, почему... Короче, понятно. Это прикол такой, да? Макса Бернса. Может, Макса Бакса? Короче, рекламулька какая-то. Или я опять тупанул и не понял троник. Ладно, всем спасибо. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Пока.